Встроенный в красоте мироздания Взревних времен Бог возвещал свою волю через мудрецов и пророков. Они предсказывали, что однажды Он Сам явится миру, что человек сможет увидеть Его лицом к лицу и услышать голос вечности. Это пророчество исполнилось две тысячи лет назад в лице Иисуса Назаряна, Спасителя мира. Многие ждали, что Бог явится, покоряя всех мощью Своей сверхъестественной силой. Но Он умолил Себя, чтобы люди могли либо принять Его, либо отвергнуть. Глядя на картины прославленных мастеров, изображающих евангельские события, мы нередко убеждаемся, что они словно забыли об этом земном уничижении Христа Спасителя, которое оберегало нашу свободу. Но именно в Евангелиях мы находим подлинное описание Его жизни, полной борьбы, страдания и завершившейся победой. Перенесемся теперь в те священные времена, когда Господь жил среди людей. В этом нам помогут кадры из фильма, созданного режиссером Франко Зафирелли, и фотографии тех мест, где протекали евангельские события. В 737 году от основания Рима император Август начал очередную перепись населения своей державы. Ему подчинялись Греция, Египет, Франция и Британия. Перепись коснулась и союзных стран, число которых входил и Израиль, где правил деспотичный царь Ирод. С давних пор земля эта, перекресток военных и торговых дорог, была яблоком раздора, и на право владеть ею претендовали многие завоеватели. Ее недаром называют духовным сердцем мира. Именно там Бог открылся в Заветной Церкви и обещал явить свое спасение через Мессию Христа. И в ее пределах предназначено было родиться тому, кто стал светом миру. Когда была начата перепись Августа, жителям было приказано идти в города, откуда они родом, поскольку там хранились семейные записи. Должен был повиноваться указу Иосиф, плотник из Назарета. Он взял с собой жену Марию, которая ждала ребенка. Они прибыли в Вифлеем, на родину Иосифа и его предка, древнего царя Давида. И в этот час пришло время Марии родить ребенка. Из-за стечения людей в Вифлееме им сначала было трудно отыскать кровь. Тогда один человек предложил им заночевать в его пещере, служившей загоном для овец. ПЕСНЯ Так в обстановке крайней нищеты увидела свет божественное дитя, похожее на всех детей земли. Его спеленали и положили на солому в яснях, кормушку для скота. ПЕСНЯ Рано утром пещеру огласили взволнованные голоса. Местные пастухи вошли к Иосифу и Марии. Они рассказали, что видели ночью ангела, который возвестил им великую радость, рождение Мессии, Христа. Этот священный день в истории мира мы празднуем теперь как Рождество нашего Господа. На месте пещеры воздвигнут храм, где вокруг серебряной звезды есть надпись «Хигда Виргена Мария, Езус Христос нату сест». Здесь от Девы Марии родился Иисус Христос. Через 40 дней Мария и Иосиф пошли, как повелевала обычаи Ветхозаветной церкви в Иерусалим, находившейся в трех часах пути от Вифлеема. Там священник должен был прочесть на младенца молитву и посвятить первенца Богу. Он принял дитя от родителей и произнес «Благословенный Господь Божий, царь Израилев, который осветил нас своими заповедями и повелел нам совершать это искупление сына, благословенный даровавший нам сию радость». В этот момент в храм пришел старец Симеон, давно живший при Доме Божьем. Ему было обещано, что еще при жизни он увидит обетованного Спасителя. Теперь Дух Божий открыл ему, что младенец Иисус, принесенный галилейской четой, и есть Тот, Кого Он ждал так долго. «Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыка», – сказал старец, – «по слову Тому с миром, и вы видели глаза Мои спасение Твое, которое Ты уготовил пред лицом всех людей, свет для просвещения язычников и славу людей Твоих, Израиле». Прощаясь с родителями Иисуса, старец сказал, – «Вот он лежит на падении на восстание многих в Израиле, а Тебе, – обратился он к Марии, – душу пронзит меч». После этого святое семейство вернулось в Вифлеем, где Иосиф был намерен окончательно поселиться. Через два года в небе зажглась необыкновенная яркая звезда. Люди с удивлением следили за ней, догадываясь, что это знак приближающихся чудесных перемен, что наступает время избавления, когда придет таинственный вождь, которого царится над миром. Звезда была замечена и восточными астрологами-волхвами. Согласно их книгам, такой небесный знак указывал на рождение великого царя в Иерусалиме. Собравшись вместе, они решили, что им надлежит пойти и поклониться ему. Приехав в Иерусалим, волхвы стали расспрашивать на улицах, где родившийся царь Иудейский. О приходе иноземцев донесли Ироду. Узурпатор, которому постоянно мерещали заговоры, встревожился. Не готовится ли очередное покушение на его власть? Царь вызвал священников и спросил, где, согласно писанию, должен родиться царь-мессия? В Иерусалиме ответили ему. Тогда Ирод пригласил к себе чурземцев. Вы хотите поклониться новому царю? Я сам бы желал сделать это, но не знаю, как его найти. Отправляйтесь в Иерусалиме, все выясните и сообщите мне. Ничего не подозревавшие волхвы пустились в путь по Вифлеемской дороге. К их радости вечером на горизонте вновь взошла чудесная звезда. Найдя в городке дом Иосифа, они принесли свои дары, золото, ладан и смирну, и, поклонившись младенцу, удалились. Вещий сон побудил их не возвращаться к Ироду, а идти на родину другим путем. Узнав, что он обманут, Ирод пришел в ярость. Когда речь шла о власти, он ни перед чем не останавливался. Жертвой его подозрительности уже пали его жена, двое сыновей, многие приближенные. Ирод приказал отряду солдат тайно выставить Вифлеем, и перебить всех детей от двух лет и младше. Солдаты ворвались в городок. Плач стоял по всему Вифлеему. Но того, кого искали убийцы, там уже не было. Повинуясь велению Божию, Иосиф взял младенца и матерь и ночью скрылся из Вифлеема. Они перешли ближайшую границу и оказались на территории Египта, неподвластной Ироду. Там святое семейство оставалось несколько месяцев до смерти Ирода. Но и когда тиран умер, Иосиф побоялся идти Вифлеем, так как иудеи стал править Архилай, столь же жестокий, как и его отец. Поэтому он отправился в Галилею, и перед путниками снова открылись зеленые холмы, окружавшие Назарет. Они решили остаться здесь, на родине Девы Марии. В Назарете Иисус Христос прожил почти 30 лет. К этому колодцу, сохранившемуся до наших дней, ходил он ребенком со своей матерью. От Ракуман пас овец в окрестностях городка. Никто не подзревал о тайне необыкновенного ребенка. Жил он, как говорит евангелист, в любви у Бога и людей. Когда Иисусу исполнилось 12 лет, родители взяли его в Иерусалим на праздник Пасхи. Он впервые оказался в большом городе, наполненном множеством богомольцев. На пасхальной трапезе отрек повторял слова, напоминавшие о спасении народа Божия из рабства. Он, который не сам готовился нести спасение миру. Когда надо было возвращаться, отрек Иисус отстал от родителей. Но сначала они не беспокоились, думая, что он идет вместе с соседями или друзьями. Убедившись, что его нет нигде, они в тревоге вернулись назад. Долго искали они отрека, пока не нашли его в храме среди учителей и богословов. Он задавал им вопросы, и те удивились его недетскому уму. «Дитя мое!» – воскликнула Мария. «Что ты сделал с нами? Я и отец твой всюду ищем тебя!» В ответ они услышали загадочные слова. «Зачем вы искали меня? Разве вы не знали, что мне належит быть во владениях отца моего?» Но родители не поняли, что он говорил о небесном отце, который пребывал в нем, бедном галилейском ребенке. Это был, однако, единственный случай, когда тайна Иисуса была как бы приоткрыта. В Назарете он продолжал жить, как все дети. Он становился юношей, взрослым человеком. Он выучил с ремеслой его святой, и когда тот умер, кормил мать трудами рук своих. Работает так же, как и поныне работают плотники Назарета. Только уходя из города на холмы, он оставался наедине с божественным отцом, ожидая знака, который призовет его на служение людям. И знак был дан. Шел 27-й год нашей эры. Израиль полностью подпал под глаз Рима и перестал быть самостоятельным царством. В Иерусалим прибыл очередной имперский наместник Понтия Пилата. Здесь вы видите его надпись на резиденции Пилата в Кесарии. Продажный чиновник он стал жестоко предъяснять народ. Вот-вот могло вспыхнуть восстание. В Иудейской пустыне, на берегу Мертвого моря, отшельники готовились к встрече Мессии, которого пошлет Бог. Но в своих книгах они утверждали, что в этот день, в день Суда Божия, все, кроме них, избранных праведников, погибнут. Они не желали иметь ничего общего с остальными людьми. Однако был среди обитателей пустыни человек, который думал иначе, чем о ней. Господь повелел ему идти в мир и возвестить близость Царства Божия, близость прихода Искупителя. Этим человеком был Иоанн, сын священника Захара. Из пустыни он пришел к зеленым берегам реки Иордана. Там он стал проповедовать. «Покайтесь, ибо приблизило Царство Божие. Ягода сглашат и вопиющего в пустыне. Приготовьте путь Господу». Иоанн учил, что, готовясь к встрече Мессии, люди должны очистить себя покаянием, изменить свою жизнь, быть сострадательными, помогать друг другу. Тех, кто каялся, Иоанн омывал в водах Иордана. Это священное мадение, знак новой жизни, мы по-русски называем крещением покаяния. А самого Иоанна народ прозвал Крестителем. К нему шли люди разных профессий и званий. Собирались на реку огромными толками. Были среди них и воины, которые спрашивали, что им надо делать. «Никого не обижайте, будьте справедливыми», – отвечал Иоанн. Приходили сборщики налогов, люди, которых все презирали, каялись и получали напутствие на обновленную жизнь. Покаянное движение охватило всю страну. Но вот, проверить, чему учит новый проповедник, явились и фарисеи, брюстители традиционных церковных правил. «Почему ты так говоришь и действуешь? Ты что, пророк? Быть может, ты мессия?» – спрашивали они. «Я не пророк и не мессия. Я омываю людей водой в знак погаяния. Но стоит среди вас некто, кто очистит людей духом и огнем. Вы же, фарисеи, змеиные отродья, напрасно рассчитываете избежать небесного гнева». А тем временем все шли и шли вереницы кающихся. И тогда на берегу появился Иисус из Назарета Гелилейского. Не выделяясь среди других, смиренно вошел он в воду, чтобы принять крещение. И тут все были поражены. Иоанн сказал, «Мне нужно креститься от тебя». «Оставь теперь», – ответил Иисус. «Так нужно исполнять нам всякую правду». В момент крещения Иисусова народ понял, что совершается нечто необычайное. Иисус же, поднявшись на берег, удалился вглубь пустыни. А Иоанн обратился к народу. «Я не знал его, но пославший меня крестить водой, сказал мне, «На ком увидишь духа, сходящего и пребывающего на нем, он есть крестящий духом святым». Я увидел и засвидетельствовал, что он Сын Божий. Между тем Иисус жил в уединении безмолвной пустыни. Там он постился, полностью отказался от пищи, готовясь к предстоящему его услужению. Тщетно сатана искушал его, пытаясь предложить ложные пути спасения людей. Через обещание материальных благ, через запугывание сверхъестественными явлениями, через насилие, искуситель был посрамлен. А Иисус вернулся к Иордану, исполненный силой духа. После возвращения Иисуса из пустыни, два ученика крестителя Андрей и Иоанн вступили с ним в беседу. А потом сказали своим друзьям, мы нашли Мессию. Рыбак Нафанайл в сомнении качал головой. «Мессия должен быть царем, как Давид. Как можно он прийти из бедного галилейского городка? Пойди и посмотри», — сказали ему. И едва он увидел Иисуса, и из его слов понял, что тому известно нечто из жизни Нафанайла, чего не знал никто, он воскликнул. «Учитель, ты сын Божий, ты царь Израиля». Итак, в Галилею Христос возвратился уже в сопровождении первых последователей. Он пришел на берег Галилейского моря в рыбачий городок Капернаум. Здесь и поныне стоят развалины синагоги, иудейского молитвенного дома, где Христос впервые начал учить народ. Неподалеку находился и дом Симона, брата Андрея. Каждый вечер будущий апостол выходил в море на рыбную ловлю. В этот раз улов был ничтожный. Сети оказались почти пусто. Тогда Иисус вошел в лодку Симона и велел ему закинуть сеть с правой стороны. Мгновенно неводно полнился рыбой. Симона объял страх. «Выйди, Господи, из моей лодки. Я грешный человек и не достоин находиться рядом с тобой». Все рыбаки были изумлены чудесному лодку. А Христос сказал Симону, следуй за мной. Теперь ты будешь ловцом не рыб, а человеческих душ. Ты наречешься именем Петр, что значит камень, скала. Отныне судьба Капернаумского рыбака решилась навсегда. Он стал верным учеником Иисуса. Был призван и друг его, молодой рыбак Иоанн со своим братом Яковом. А вскоре к ним присоединился сборщик пошлин Матфей, который оставил свое ремесло и последовал за учителем. Даже член воинственной партии зелотов Симон сделался учеником Христа. В Капернауме и его окрестностях Господь начал проповедовать свое учение, которое назвал «благой» или «радостной вестью» по-гречески «евангелие». Народ жадно ловил каждое его слово. В отличие от большинства церковных книжек, он учил, что любовь к Богу и к людям важнее всех обрядов, обычаев и правил. В Галилее Христос избрал в себе двенадцать апостолов, родоначальников будущей церкви Нового Завета. На этой горе, где теперь стоит храм, он возвестил, что к Царству Божию ведет трудная дорога борьбы с грехом. Что войдут в него кроткие, милосердные, ищущие правды, чистые сердца, гонимые за истину. Доверие к Богу, как к Отцу говорил Христос, есть самый верный путь к Нему. Наша молитва должна быть полна этого доверия. Отче наш, который на небесах, да светится имя Твое, да придет Царство Твое, да будет воля Твоя. И на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам сегодня, и прости нам долги наши, как и мы простили должникам наших. И не введя на свои искушения, но избавим нас от лукавого. Он говорил, Отец Небесный печется о каждом, как заботливый пастух о своих овцах. Он дарует красоту цветам, тем более он позаботится о детях своих. Может ли любящий Отец дать сыну камень вместо хлеба? Может ли Бог не слышать нас? Кто внимает Слову Господню, подобен земле, взращивающей колос и зерна? Но человек, который хочет жить только для себя, уподобится бесплодному дереву, который хозяин вынужден срубить. Однажды Господь дал урок блюстителям закона, кичившимся своей праведностью. Они привели к нему женщину, уличенную в измене мужу. Ее следует побить камнями, кричали они. Так требует закон. Однако Христос молчал, чертя что-то на земле. Обвинители продолжали настаивать. Тогда Иисус сказал, Кто из вас без греха, пусть первый бросит в нее камень. Через несколько минут все стали расходиться, обличаемые совестью. Где твои обвинители, женщина, спросил Господь? Их нет, и я не обвиняю тебя. Иди и впредь не греши. В другой раз один из хрисеев, поборников строгих нравов и точного соблюдения обрядов, пригласил к себе Иисуса. Хрисеи были недовольны его проповедью. Он учил, не считаясь, с их авторитетом и авторитетом старцев. Поэтому хрисеи старались уличить его в нарушении какого-либо церковного правила. Они спрашивали, почему Иисус разрешал апостолам рвать колосье в субботу, хотя закон запрещает в этот день любой труд. На это учитель ответил, что человеческая нужда важнее внешних правил. Суббота для человека, а не человек для субботы. Пока они беседовали, в дом вошла женщина, презираемая всеми за свое распутное поведение. Она бросилась к ногам Христа, молчаливо взывая к его состраданию. Хрисеи за прощением смотрели на грешницу. Если бы он был провидец, он знал бы, что за тварь к нему прикасается, думали они. Проникнув в их мысли, Господь спросил хозяина дома. Кто будет больше благодарен кредитору? Тот, кому он просил, больше, долго или меньше? Разумеется, больше, ответил тот. Так и эта женщина, пояснил Христос, она осознала свой грех, и у нее оказалось больше любви к Богу, чем у вас, фарисеев, мнящих себя праведниками. И обратившись к женщине, Господь сказал, прощены твои грехи. Фарисеи же возмутились. Кто может прощать грехи, кроме одного Бога? Впрочем, один из них, по имени Никодим, глубоко задумался. В другой раз он тайком о товарищей пришел к учителю и признался, что верит в его небесное посланничество. В ответ он услышал слово Христово о новом рождении, рождении в духе, которое одно только и ведет к Богу. «Как это может быть? Разве не один лишь раз человек рождается?» – изумился Никодим. «Ты, учитель Израиля, и этого не знаешь. Рожденные по плоти есть плоть, а рожденные от духа – дух. Ленин начался суд над миром. Он состоит в том, что в мир пришел свет, но люди больше возлюбили тьму». Никодим ушел, погруженный в глубокую думу. В знак того, что его приход в мир знаменует начало победы над злом, Христос стал исцелять больных. Однажды толпа, окружавшая его, была столь велика, что люди, принеся к учителю параличному, не смогли проникнуть в дом. Тогда они разобрали кровлю и спустили носилки прямо к ногам учителя. Видя их веру, Господь сказал больному. «Прощаются тебе грехи твои». Бывшие тут фарисеи вновь возмутились. «Кто он такой, чтобы присваивать себе божественную власть?» И Иисус же ответил, что Он, Сын Человеческий, имеет эту власть. И, наклонившись к больному, приказал. «Тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди домой». Все замерли, когда паралитик поднялся на ноги. Он громко славил Бога, а в толпе говорили, никогда ничего подобного не видит. Начальник Капернаумской синагоги Иаир, узнав о чудотворной силе учителя, просил его прийти и исцелить дочь. Он на пути из дома прислали сказать, дочь твоя умерла. «Она не умерла, но спит», — сказал Господь. Он вошел в дом, где лежала дочь Иаира. «Девочка, встань!» Она поднялась. Иисус взял ее на руки и вынес к родителям. «Дайте ей есть», — сказал Господь. Слух об этом чуде быстро облетел город. Римский офицер, служивший в Капернауме, пришел ко Христу, прося излечить любимого слугу. Но едва учитель поднялся, он возразил. «Скажи только слово, и все сбудется. Ведь и я даю приказы своим солдатам, которые не исполняют». «Поистине!» — воскрикнул Иисус. «И в Израиле не нашел такой веры!» «Иди, слуга твоя будет здоров!» Офицер отправился домой. Но навстречу прибежали слуги. «Он уже здоров!» Когда это случилось? Оказалось, что в то самое время, когда Иисус пообещал, что слуга выздоровеет. И вот, наконец, жители Назарета дождались, что их прославленная земля посетила их. Как он обычно делал в Капернауме и других городах, учитель вошел в субботний день в синагогу. И когда там шла служба, взял книгу писания, чтобы прочесть из нее несколько строк. «В тот день ему открылось пророчество, написанное в книге Исайи. «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня, послал меня возвещать благую весь ниш, возвещать освобождение заключенным и прозрение слепым, и отпустить на волю угнетенных, возвестить время милости Господней». Эти слова все толкователи относили к Мессии, Спасителю. Кончив читать, Иисус умолкал. Все выжидательно смотрели на Него. Иисус же сказал, «Сегодня начинает исполняться это пророчество». Толпа зашумела. Некоторые говорили, «Что это значит? Ведь это же наш плотник, сын Марии. Он и родня его. За кого он выдает себя?» Другие кричали, «Это кощунство! Конить его вон! Смерть в видотацию!» Так печально кончилась последняя встреча с Назаряновиками. Почти никого из больных Иисус не смог там исцелить, из-за их неверия. «Нет пророка в своем Отечестве», сказал он, покидая Назаряновик. Патернаум к Иисусу пришли ученики Иоанна Крестителя. Пустынник был заключен в крепость Махерон, правителем галереи Антипой. Иоанн прислал спросить, «Ты ли грядущий Мессия, или ждать нам другого?» «Скажите Иоанну, больные исцеляются, слепые видят, мертвые восстают, бедняки возвещают благую весть. И благословен тот, кто не усомнится во мне». Те, выслушав, отправились к Иоанну. Когда они ушли, Иисус сказал ученикам, что Иоанн – самый великий человек уходящего мира. Он больше, чем пророк. Но наступает мир новый, где все будет иное. Неизвестно, получил ли Иоанн ответ Иисуса. Дни его были сочтены. Правда, тетрарх Антипа, державшего его в крепости, уважал Иоанна и часто приходил к нему беседовать, но освободить его боялся. Тем более, что этого не желала вторая жена Ирода Антипы – Иродиада. Ирод отнял ее у родного брата, жившего в Риме как частное лицо. Пророк осуждал поступок тетрарха, поэтому Иродиада, довольная своим положением, видела в Иоанне личного врага. Она лишь искала повода расправиться с пустынником. Однажды в крепости Махерон был устроен пир в честь рождения Ирода Антипы. Собрались все военачальники и старейшины. Когда гости выпили уже довольно много, дочь Иродиады Соломея исполнила перед правителем захватывающий сирийский танец. Все были в восторге. «Проси, что хочешь!» кричал пьяный тетрарх. Девушка побежала к матери, а та шепнула. «Потребую, чтобы тебе принесли голову Иоанна на блюде!» Соломея повторила слова матери. Ирод Антипа смутился, «Но слово есть слово!» И он дал приказ стражнику. Тот немедля спустился в темницу. Его дочь уже несет свой страшный дар матери. Приверженцы порока похоронили его в пустыне. Ему не было еще сорока. Завершена его миссия быть крестечей мессии. Между тем, ученики крестителя прислали сказать, что пророк обезглавлен правителем Галилеи Антипой. Иисус велел апостолам сесть в лодку и приправился с ними на восточный берег к Вифсаиде, подвластный другому правителю. За ними последовала большая толпа Галилея. Наступил вечер. Ученики встревожились. Отпусти народ в селение, чтобы они купили себе еды. «Вы дайте им есть», ответил Господь. Они удивились. «У нас всего несколько хлебов и рыб. Раздайте это всем». Ученики повиновались. И вот чудо, хлеб и рыба не истекали в корзине. Народ кричал от восторга. «Он воистинный пророк Божий. Возьмем его и насильно сделаем нашим царем». Но Христос не желал, чтобы люди шли за ним лишь потому, что он накормил их хлебом. Тайно покинув толпу, он отправил апостола в лодки вперед, а сам, перейдя вслед за ним, море по воде скрылся на другом берегу. Оттуда он ушел в Финикиев, покинув землю израильскую. Возвращаясь из Финикии, Христос проходил без гордой кисарии Филиппова. Путин спросил учеников, «За кого принимают меня люди? За воскресшего крестителя или за одного из древних пророков?» ответили они. «А вы за кого почитаете меня?» От лица всех ответил Симон Петр, «Ты Мессия, сын Бога живого!» «Глажен ты, Симон, сын Иона!» ответил Господь, «Ибо открыло я тебе не человеческое разумение, а Отец, который на небесах!» «Ты камень, и на этом камне я воздвигну церковь мою, и силы адового не одолеют ее!» С этого дня Иисус стал объяснять ученикам, что Ему, как Мессии, надлежит пострадать для спасения мира. Когда Христос вернулся в галерею, церковные власти и законники уже успели настроить многих против Него. Он вынужден был стать бездомным скитальцем. «Лисы имеют норы, — говорил Он, — и птицы гнезда, а сын человеческий не имеет где преклонить голову. Однако больные продолжали ходить за Ним. Один несчастный отец привел ко Христу сына эпилептика. В Новолунии злой дух терзал его, превращая в зверя. «Веришься?» — спросил Господь Отца, когда мальчик упал безчувств к его ногам. «Веруй, Господи, помоги моему неверию!» И достаточно было одного слова Христова, как несчастный мгновенно пришел в себя. Неописуем радости близких недуго оставил его. Зимой 29-го года Иисус посетил Иерусалим на праздник. Там Он встретил слепого от рождения и смазал глиной Ему глаза. Он велел умыться в бассейне Силамском. Слепорожденный прозрел, прозрела и Его душа. Он уверовал в Иисуса как Мессию. Но у законника в это исцеление, совершенное в субботний день, вызвало только гнев. Этот проповедник, говорили, явно посягает на устои и порядок. Незадолго до Пасхи 30-го года Христос удалился за Иордан, где его настигла весть. Умер Лазарь, друг его, живший в Ифании под Иерусалимом. Несмотря на опасность, угрожавшую Иисусу, он отправился в Ифанию. «Умрем вместе с ним», говорили апостолы. На краю поселка Иисуса встретились с сестрой Лазарем. «Господи!» говорили они. «Если бы ты был здесь, то брат бы наш не умер». «Где его положили?» спросил Христос. Все увидели слезы на его глазах. Учителя привели к пещерной гробнице. «Отвалите камень!» приказал им. И, склонившись к склепу, громко воскликнул. «Лазарь! Выйди!» «Лазарь!» Узнав о событии в Вифании, первосвященник решил, что галилейский учитель своими чудесами, в которые архиереи, конечно, не верили, возбуждает народ и готовит почву для восстания. Было решено схватить Иисуса, как только он появится в столице на Пасху. Среди апостолов был один по имени Иуда, который глубоко разочаровался в учителе, ведь тот не пожелал принять царских почестей, и, очевидно, ему теперь грозит расправа, тогда поплатятся и они, его последователи. Иуда задумал не просто отойти от учителя, но и предать его при первом удобном случае. 2 апреля 30-го года за несколько дней до Пасхи Иисус Христос приготовился торжественно вступить в Иерусалим как царь-мессия. Он сел на осла, животное из древней символизировавшее мир, и выехал на нем из деревни Вифагии. Его сопровождала большая толпа галилейских паломников. Люди постилали одежды под копыта осла, размахывали пальмами, ветвями восклицая, «Асанна! Асанна! Благословен грядущего имя Господня! Слава вышла!» Когда книжники, возмущаясь, говорили, «Учитель запрети им!» Он отвечал, «Если они умолкнут, камни возобьют!» Войдя в храм, Христос увидел торговцев, нарушавших базарным шумом благоговения в Доме Божьем. «Дом мой дом молитвы!» речется, — воскликнул он, «А вы сделали его вертепом разбойник!» Он свил бич и изгнал продающих скот. «А столы меняло, прокинул рассыпку по земле деньгам». Он действовал без колебаний, как истинный владыка Дома Божия. Священники, едва сдерживая ярость, спросили, «Кто дал тебе право здесь распоряжаться?» «Отвечу вам!» «Но сначала ответьте вы!» «От Бога ли был послан Иоанн Креститель?» Боясь народа, который чтил пророк и оплакивал его смерть, они сказали, «Не знаем!» «Когда и я не отвечу вам!» Первосвященник был бессилен, но приказал следить за тем, где Иисус Назарянин проводит ночь, чтобы после праздника захватить его тайна от народа. Между тем, женщины тесной толпой окружили Иисуса, прося, чтобы он благословил их детей. Апостолы пытались удержать их, говоря, что учитель устал, «Но он отклонил их заботу!» «Не мешайте детям приходить ко мне! Им принадлежит Царствие Божие! Кто будет доверять Богу, как дитя, будет первым в Царстве Его!» И обнимая детей, он благословлял их одного за другим. В течение нескольких дней Христос открыто проповедовал в храме. Он рассказал народу притчу. Один человек насадил виноградник. Он построил там башню для виноделов и обнес сад оградой. Когда грозди созрели, господин послал слуг забрать урожай. Но виноградари избили слуг, а некоторых умертвили. Тогда он послал сына своего, и он был убит. «Что сделает господин с убийцами?» спросил Христос. «Все поняли, что виноградник – это народ Божий, виноградари – церковные вожди, слуги – пророки, а сын – он сам, мессия. Книжники, – говорил Христос, – заняли место пророка Моисея. Они обременили народ гермом обрядов и сами исполнены зла и неправды. Горе вам, книжники и фарисеи, и лицемеры. Вы закрываете вход в Царство Божие и сами не входите другим, не даете войти. За ваши грехи этот храм, это святое место будет разрушено. Не останется здесь камня на камне». Услышав такие слова, Иуда принял окончательное решение. Он пошел к первосвященнику и предложил ему за деньги указать место ночлега Иисуса. Четверг, 6 апреля, накануне Пасхи, Господь собрал двенадцать для священной трапезы Нового Завета, которую он устанавливал своими страданиями. Когда все вошли в горницу, он печально сказал, «Один из вас предаст меня». Ученики пришли в смятение. «Не я ли?» – спрашивал каждый. «Не я ли?» Петр сделал знак Иоанну, сидевшему ближе. Иоанн тихо спросил, «Кто?» «Тот, кому я подам кусок». Так же тихо ответил Иисус и подал кусок Иуде. «Что задумал, делай скорее», – добавил он громко. Все решили, что учитель посылает его сделать приготовление к празднику. И Иуде же быстро вышел из комнаты. Когда предатель удалился, Господь взял пасхальный хлеб и разломил его. «Приимите, ядите, это мое тело, преломляемое за вас». Потом он взял чашу с вином. «Пейте из нее все. Эта чаша есть новый завет в моей крови, который за вас и за многих проливается в оставление грехов». Отныне христиане по всей земле вновь повторяют слова, произнесенные на тайной вечере. И сам Господь пребывает с теми, кто приобщается к трапезе Христовой. По этим, до ныне сохранившимся ступеням, шел Христос с учениками после тайной вечери. Перейдя овраг Кедрона, они поднялись на Илеонскую гору и углубились в масличный сад Гефсимании. «Душа моя скорбит смертельно», сказал Господь Петру, Якову и Ану. «Побудьте здесь и бодроствуйте со мною». Но они не могли побороть сна. Господь же упав на колени и стал молиться. Вся тяжесть человеческого зла как бы опустилась на него в эту страшную ночь. Ученики сквое забытье слышали его слова. «Отче, все возможно тебе, пронеси эту чашу мимо меня, но не моя да будет воля твоя». Симон подходил к Петру. «Не мог ты бодроствовать один час?» Был от миг, в саду послышался шум. В ограду ворвалась вооруженная толпа с фонарями. Впереди шел Иуда. «Здравствуй, учитель!» сказал он и поцеловал Иисуса. Это был знак стражи, который немедленно бросилось вязать на заря. «Друг, вот для чего ты пришел!» сказал Иисус. «Поцелуем предаешь сына человеческого!» Ученики видят, что противление бесполезно, в страхе разбежались. Под вооруженной охраной Иисус был немедленно доставлен к первосвящению. Тот стал расспрашивать его о его последователях и учениях. «Я все проповедовал открыто!» ответил Иисус. «Спроси, слышишь?» Тем временем Петр проник во двор архиерейского дома. Там, у жаровни, сидели греи слуги. Петр присоединился к ним, надеясь, что его никто не заметит. Однако, привратница тут же спросила его, «Ты не с ним ли был, с Иисусом Назаряниным?» «Нет, нет!» – в ужасе воскликнул Петр. «Я и не знаю этого человека!» Внезапно он слышал крик петуха. И Петр тотчас вспомнил, как Господь предсказал, что он отречется от него еще до петухов. И, выйдя вон, Петр горько заплакал. Рано утром верховный трибунал Синдрион начал суд над Иисусом Назаряниным. Но найти против него улик не смогли. Тогда первосвященник воскликнул. «Заглянаю тебя Богом живым, скажи ты ли, Мессия, Сын Благословенного?» «Я» – был ответ. «И вы увидите Сына Человеческого, сидящего одесною силы и грядущего на облаках небеса». «Вы слышали?» – вскричал первосвященник. «Он богохульствует. Как вам кажется?» «Виновен в смерти», – ответили судьи. Их приговор был предрешен заранее, но утвердить его могли лишь римские власти. Узнав об осуждении учителя, Иуда почувствовал угрызение совести. Он вернул деньги архиереям и, услышав от них равнодушные слова «Смотри сам», покинул город и покончил самоубийством. Между тем, кузник был отведен к прокуратуру Понтию Пилату. «Он подстрекает народ, объявляя себя царем», – говорили обвинители. «Ты царь?» – спросил Иисуса Пилат. «Я царь», – ответил он. «Но царство мое не от мира сего. Я для того родился и для того пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине». «Что есть истину?» – усмехнулся скептик Пилат. Но он решил, что обвиняемый не опасен для римского режима и будет достаточно наказать его бичеванием и отпустить. Бичевание производилось плетьми, усеянно свинцовыми шипами. В отряде Пилата служили враги иудеев, сирийцы и самаряне. Они с радостью исполнили приговор над царем иудейским. Но и этого показалось им мало. Они стали издеваться над узником, надели на него красный солдатский плащ вместо царского фурпора, а на голову венец и стерни. И, кланяясь перед ним, кричали «Да здравствует царь иудейский!» Наконец, Иисус был выведен к Пилату, который поставил его на помостик перед толпой. Архиереи подстрекали толпу, чтобы она кричала «Смерть ему!» У Пилата было обычай отпускать на праздник одного осужденного. Он содержал под стражей некого Варраву, участника мятежа. «Кого хотите, крикнул, отпущу!» «Иисус или Варраву?» Варраву все считали героем и раздался крик «Варраву!» А Иисуса «Долой!» «На крест его!» «На крест!» И Пилат решился освободить Варраву, приказал он, и, обратившись к Иисусу, проговорил «Ибисад, круцем!» «Ты будешь распят!» «Ты будешь распят!» Восстышался плачь женщин. «Дочерь Иерусалимский проговорил Христос «Не плачьте обо мне, плачьте о себе, о детях ваших!» На месте, называемом Голгофу, было приготовлено три креста, и Иисус был распят между двумя разбойниками. Над головой его прибили надпись «Это царь иудейский». Стоявший рядом и проходивший по дороге насмехались на него. Даже распятый рядом разбойник кричал «Если ты, Мессия, спаси себя и нас!» Но другой остановил его и воскликнул «Вспомни обо мне, Иисус, когда придешь как царь. Истинно говорю тебе, отозвался Господь, ныне же будешь со мною в раю». В толпе он увидел свою мать и ученика Иоанна. «Он будет сыном твоим, а она твоей матерью». В три часа по полудню густые тучи заволокли солнце. Иисус стал молиться, повторяя слова псалма. «Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?» Конца молитвы он не дочитал. Внезапно он громко вскрикнул и произнес «Отче, в руки твои придаю дух мой». Голова его упала на грудь, сын человеческий испил свою чашу до дна. Он умер как человек, взяв на себя грехи наши и открыв нам путь в свое царство. Еще до захода солнца два члена совета Иосиф и Никодим, тайные последователи Иисуса, попросили у Пилата разрешение снять и похоронить тело учителя. Оно было перенесено в пещерную гробницу близ Голгоф. Здесь вы видите негативный отпечаток на погребальном саванне Христовом святыни, которые христиане пронесли через столетия. Утром первого дня недели женщины-ученицы Иисуса пошли на гроб, чтобы помазать тело усопшего ароматами. Это было последнее, чем они могли выразить свою любовь к учителю. Их надежды рухнули, их вера была поколеблена, совершилось непоправимое. Он умер, он не был тем, чей приход предсказывали пророки. К их ужасу камень был отвален и гробница пуста, только саван оставался на холодных камнях. Женщины поспешили к апостолам сообщить им горестную весть. У пещеры осталась одна плачущая Мария Магдалина. Оглянувшись, она внезапно увидела в саду какого-то юношу и человека, которого приняла за садовника. «Господин», сказала она ему, «если ты взял тело, скажи, где ты его положил?» Мария услышала на знакомый голос. На достанке великих людей народы издавна сооружали гробницы и памятник. Лишь об одном гробе сказано, его здесь нет, он восстал. Христос воскрес! В тот же день воскресший дважды являлся апостол. А потом они пошли в Галилею, где вновь увидели его у озера на горе. Он говорил им, своим посланцам, которых отправлял в мир для проповеди Евангелия, «Да нам мне всякая власть на небе и на земле, и так идите и научите все народы, крестяя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, учая их соблюдать все, что я заповедал вам. И вот я с вами во все дни до скончания века». «Он с ними, но он и с нами, отныне каждый ищущий Бога находит его во Христе, распятым и воскресшим, который сделал нас детьми небесного Отца». Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова